Чем дальше, тем интереснее. Итак, чем же запомнился Ярославской области первый месяц весны? Во-первых, очень важным приобретением. В детской поликлинике в Брагино появился новый томограф. Он позволяет делать точную диагностику, а значит спасать жизни. Также на стражу здоровья в область закупили 29 новых машин скорой помощи. Скорая помощь это не только машины. Скорая помощь это и вертолеты, это и санавиация. И мы сейчас рассматриваем вопрос, как расширить возможности скорой помощи еще и за счет санавиации. А вот беременные Ярославные, которые встали на учет на ранних сроках, с марта стали получать 1000 рублей единовременно. И, кстати, все это проходило в рамках народной стратегии Ярославии. О ней впервые заговорили также в марте 2013. Согласно плану, к 2025 году регион должен войти в десятку лучших по качеству жизни и в двадцатку по валовому региональному продукту на душу населения. При этом акцент на машиностроение в ближайшие десятилетия в ярославской промышленности вряд ли кто-то сместит. В Рыбинске заложили первый камень в основании универсального стенда контрольно-заводских испытаний в компании «Сатурн». Еще о новом оборудовании. В марте рассекретились ярославские криминалисты. В экспертно-криминалистической лаборатории областной полиции показали современное оборудование. След, полученный на оборудовании с помощью ДНК, он неопровержим. То есть его нельзя изменить, его можно перепроверить повторной экспертизой. Он является неопровержимым доказательством, объективным и неизменяемым. И в продолжении. Неожиданным оказалось дошедшее до Ярославля эхо уголовного дела оборонсервиса. В нашем городе оказались фирмы, которые занимались обналичиванием средств военного ведомства. Но вернемся в районы. В области появились передвижные отделения почты. Они добираются в отдаленные уголки губернии, где стационарные отделения были закрыты. Сюда приезжал почтальон, раздавал газеты, раздавал пенсии. Но полноценных услуг здесь не оказывалось. Мы надеемся, что с сегодняшнего дня в этот населенный пункт почтовые услуги вернутся в полном объеме. Вот таким способом. На Рыбинской ГЭС начали замену турбин, которые вырабатывают значительную часть электричества для энергопитания региона. Цена вопроса 2 миллиарда рублей. И к спортивным событиям. В Некрасовском появилась многофункциональная спортивная площадка. Зимой она приспособлена для катания на коньках, а летом на ней можно играть в футбол. Данная спортивная площадка – это успешный и отличный пример того, как местные власти совместно с бизнесом умеют работать. В российские школы вернулись нормы ГТО, а в области наградили лучших спортсменов. Отмечу, что в регионе провели более 700 соревнований за год. И в финале вспомним Продеминский марафон. Почти 3000 спортсменов из 20 стран мира в течение двух дней соревновались в разных дисциплинах. Главным событием стал старт золотой гонки на 50 километров. Кстати, в этом году Деминский лыжный марафон World Lopet вошел в шортли из второй национальной премии в области событийного туризма в номинации «Лучший проект в области спорта». Это были события первого месяца весны, а об апреле расскажем завтра.